Здравствуйте! В этом видео пойдет речь об установке Arduino IDE и какие еще и способы программировать те самые Arduino. Версий Arduino IDE много. Изначально было там 1.0 и так далее. Но о всем по порядке. Для того, чтобы нам скачать Arduino IDE, нам нужно зайти на официальный сайт arduino.ccc.en.donate и тому подобное. Допустим, вот мы просто на главную страничку попали. Вот, arduino.ccc. И софтвер. И загрузки. Тут страничка. Предлагает скачать Arduino IDE 1.816. Это самое последнее для Windows и так далее. И есть экспериментальная arduino IDE 2.0 бетом. Ну, в принципе, вот эта 1.8 она выглядит вот как сейчас покажу. Она довольно-таки простенькая. В принципе, не сильно отличается от всех остальных других предыдущих arduino IDE. Для новичка это самое то, что не на есть самое нужное. В интернете, в принципе, много информации о том, как их установить, как настроить, как пользоваться. Я сейчас просто акцентирую ваше внимание на том, чем отличается и чем она хороша, именно эта arduino IDE для новичка. Какие бы сейчас ютуберы или профессионалы там ни были, они все всегда начинали с чего-то очень простого. Как самое простое, я вот и советую arduino среду IDE. В данный момент у меня тут код, который я разрабатываю для контроллера холодильника. Но не суть. Смотрите. Здесь верхний заголовок файла, как он называется. Меню файл, правка, скетч, инструмент, помощь. Здесь файл. Здесь такие стандартные настройки. Меню правка. Различные варианты. Я туда вообще никогда не заглядываю. Меню скетч. Здесь в основном, что мне интересует, это подключить и управление библиотеками. Можно добавить, скачать z-библиотеку. Такое часто бывает. И на моем канале тоже можно увидеть различные примеры. И там есть z-библиотеки, на которые я даю ссылки. Потому что некоторые библиотеки нужно вручную скачивать с репозитория. Они не находятся. Или есть управление библиотеками. И здесь, например, можно скачать под зависло. А любую из библиотек. В библиотеках также находятся примеры. И по этим примерам можно изучить практически все, что в Ардуино сообществе есть. Даже программирование. Но, в принципе, если у вас есть интернет, то можно лучше, конечно, смотреть уроки обучающие. Так, все-таки, к чему я говорю это все? К тому, что с классической Ардуино IDE она очень проста. То есть, сейчас я вам покажу Visual Studio Code и Atom. Это чуть-чуть повыше среды разработки. И там все немножко посложнее. Там вы уже увидите классическое меню Visual Studio. Вот она. Это бесплатная Visual Studio. И она весит не 40 гигов. То есть, она там совсем ничего. Это облегченная версия Microsoft для программирования. Но она уже идет посерьезнее, чем вот эта. Ардуино IDE. То есть, как загружать библиотеки здесь? Допустим, у нас есть Encoder. Ну вот, допустим, SmallLevel Class and Function which. Но, ай-яй-яй, где-то там с малой. Так, выбрали, выбрали. Интересная библиотека была, то есть с малыми этими. Ну да ладно. Это установлено. Легкая and Fast Rebive for Bouton and Encoder Control. То есть, легкая, быстрая, с кнопкой библиотека для контроля энкодера. Допустим, мы ее устанавливаем. Енц бутон, запомнили. Теперь заходим сюда. Файл. Примеры. И ищем вот этот вот Енц бутон. Так. То есть, в принципе, с каждой библиотеки есть свои, допустим, примеры кода. По этим примерам кода можно, в принципе, Енц бутон. Вот. Callback Mode, ESR, оптим, тик, 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 моды. И дальше другое. Здесь есть, чтобы взаимодействовать напрямую с самой платой, загрузить скетч в нее. Здесь есть вот такие вот. Теперь обратите на это внимание меню. Есть меню. Инструменты. И самое интересное, это вот здесь выбор платы, в данный момент, с которой мы имеем дело. Процессор на этой плате имеет огромное значение. Поэтому, если вы не знаете, допустим, купили какую-нибудь УНО или еще что-нибудь, всегда смотрите, на каком чипе она сделана. И внимательно сюда вносите. И порт, к которому оно все подсоединено. В данном случае это порт 4. И программатор AWR ICP. Все. Откроем чуть посложнее. Визуал кода. Вижу, у кода она немножко посерьезнее. Так как это детище корпорации Microsoft. Закроем параметры. Это вот стандартный пример. Мигание сделаем. Но. Вы сразу обратите внимание, какая красота. Так, здесь у вас полнейший редактор с подсветкой кода, с объяснениями, с решениями. И здесь запатентованная корпорацией Microsoft. Такое средство. Сейчас, если найду, покажу. Вот она. C++ IntelliSense. То есть, это такая штучка. Которая позволяет вам не просто еще и редактировать ошибки, исправлять. А еще и давать советы в момент написания кода. Очень хорошая штука. Но. Для новичков, я вам скажу. Вы замучаетесь разбираться вот в этой всей среде. Особенно, как ее настраивать. И она не всегда работает так, как хотелось бы. А еще здесь надо уметь писать файлы. Init. Ну и немножко знать о настройках Visual Studio. То есть, в принципе, это очень хорошая штука. Это роскошь. Можно так сказать. Но для новичков это излишняя роскошь. Есть также Atom среда. Но это уже open source. Она полностью бесплатная. Хотя это тоже бесплатно. Но в Visual Studio Microsoft никогда ничего не делает бесплатно. И когда-нибудь оно может быть либо станет платным, либо еще что-то вычудят они. Либо какие-то элементы сделают платными. Вот теперь Atom. Это все. Она загружается. Здесь приветствие. Сейчас она подгрузится. И опять этот же код. Мигание светодиодом. В принципе, ничего особенного. Но комьюнити Ардуино предлагает Ардуино ADE 2.0 бета. Хорошая штука. ADE попробовать 2.0. Выбираем запустить. То есть сразу же экзешный файл запускаем. Так. Лицензионное соглашение. Принимаю. Принимаю. Так. Апдейт установить. Готово. Что у нас получилось? Слушайте. Прям как в этой Visual Studio. Может быть они что-то из нее хамкнули. Или оттяпали кусок. Так. Ну, тема стандартная синяя. Я думаю, это можно и изменить. Так. Ну, бесконечно долгий код. Даже и выглядеть теперь стало. Как в Visual Studio. Посмотрим в меню Tools. Board. Board Manager. Обана. И он предлагает загрузить Arduino AVR платы. Загружаем. То есть, здесь примерно так же самое, как и вижу в студию. Что-то интересное появилось. Что тут у нас дальше. Ну, тут есть куча интересных. Так. Arduino Embed OS Nano. А я не знаю, что это такое. Установим. Arduino Embed OS Nikola Bird. Непонятно. Arduino Embed OS Portento. Boards Boar Arduino. Boards Included in His Packages. Не знаю, какие он там пакеты. Включает Arduino Embed OS. Embed OS. Embed OS. Что-то где-то это слышал. Arduino Mega Aware Boards. Пусть будут. Так. Мы тут видим меню. Платы менеджер. Потом идет библиотеки менеджер. Вот то, что я... Видите, они вынесли. Помните, я рассказывал, что скетч... Тут было в старой версии. Менеджер библиотек. Здесь он, либральный менеджер, вынесен вот сюда. Как такой лягушка выглядит. Как жучок, дебух, отладка. Выглядит. Ну, это вот как вот эта вот кнопочка в Эрифе проверить. И от... Выгрузить сюда. Так. Установить драйвер. Конечно. То есть, они среду разделили. Сделали более такой... Улучшенный. Редактор кода. No board. Меню выбора платы. Это здесь. Так. Выбрать порт. Так. Board. Ардуино, Леонардо. Он еще их не все не установил. Бегают вот эти вот. Будем ждать. То есть, из меню Tools они сделали маленькую такую вырезочку. Окошко такое. Из этого... Через это окошко можно выбрать плату и выход, который она будет Комп 4 сейчас показывает. То есть, в принципе, все работает. Осталось только дождаться. Сейчас платы загрузятся. Так. Открываем выбор менеджер плат. Плат. Так. Ардуино. Ардуино. Мега. У нас... Так. Нано. Мега 2560. Иком 4. Окей. Все. Все. Проверка кода. Сейчас мы увидим, что тут нам компилятор скажет на этот код, который я в предыдущей среде писал. Написал, что компиляция выполнена. Компиляция complete. Sketch использует 17 мегабайт. Точнее килобайт. Выгрузка выполнена. Точно. Плата замигала. Так. Ну, попробуем тогда в этом скетче, чтобы обидно не было, замигать светодиодом очень часто-часто. Не секунду, а почаще. Вот сейчас видно, что светодиод мигает с секундной задержкой. Сейчас мы выгрузим и скомпилируем скетч 100 миллисекунд. Он должен будет почаще замигать. То есть, в принципе, оно вот пошла загрузка и пошло мигание таймера. Так. Меню загрузки не знаю, видно или нет. Засвечивается нет. Морозильник. Это задержка холодильника перед включением. Ну, если мы этот код, допустим, не 100 миллисекунд сделаем, на одну миллисекунду выгрузка. То жилюха будет по времени включать атаку и выключать атаку. Но это там в коде. Мы сейчас его просто такой тест произведем, ускоренный. И благодаря тому, что в коде задействовано внешнее прерывание, ой, там не только прерывание задействовано, там еще и сброс задействован каждый час. Сейчас я его закомментирую. Так, это тут. то есть мигание такое часто вот этого вот циферблата говорит о постоянной перезагрузке. Так, вот это вот функция сброса. Но если я сейчас ее тут закомментирую, то ничего не произойдет. А если ну, то есть он ругаться будет среда, а если ее тут вот закомментировать, то она перестанет делать постоянный сброс. ну, класс. так, теперь она не влияет на сам этот процесс. Чуть-чуть время увеличить, а то процессы все быстро очень проходит. сейчас загрузится и ну, где-то так и происходит обработка и настройка так сказать кода допиливается каждое устройство. Ну, я думаю, в принципе, понятно, как установить и настроить среду Ардуино. Дальше уже к коду мы подберемся. и как делать устройство на контроллерах Ардуино. Поэтому на основе Ардуино контроллеров можно заменять сделать серьезное устройство. Кому было видео интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. Надеюсь, что-нибудь еще интересненькое выпущу.